Всем ребят привет! С вами Седой Копатель. И сегодня поговорим снова о прицепах. Только что приехал с дальней дороги. Намотал более... Сколько? Ну 100... 110 километров в одну сторону. Ездил вот за этим. Фу! Один разгрузил. Теперь остался второй. В общем, хочу похвалиться своим приобретением. Это прицеп одноосный МЗСА самосвал фирмы Прицеп Центр. Рекомендую. Достаточно приятная фирма тем, что все комплектации имеются в наличии. Цены не кусачи, как в других местах. В общем, классно. Рекомендую. Но я... Это не реклама. Я хочу похвастаться тем, что прицеп мне уже наполовину окупился. Стоимость прицепа в полной комплектации со всеми плюшками, вкусняшками составила мне 68 тысяч. Вот. Сделал я около уже, наверное, 7 рейсов. 8, наверное. Уже счета сбился. Короче, каждая рейс составляет доставка от 2,5 тысяч до 4,5 тысяч. Все в зависимости от дальности. В общем, возил цемент. Возил стройматериал именно с Леруа. Но это недалеко, слава богу. Оттуда доставка всего-навсего 2 тысячи рублей. Вот. Вот эту вот фигню, которую я привез, это у нас опилки. Как вы знаете, я делаю непосредственно проект у меня мини-ферма. Я думаю, вы меня поддержите. Лайком за этим на канале Александр Самарский. В общем, опилки привозят. Сейчас доставка оттуда с лишь 4,5 тысячи рублей. Все в зависимости от подъемности. Привез я достаточно много. Вот такие два мешка. Ёшкин кот. Ну, я не знаю, сколько они весят. Но жесть полная. В общем, хочу похвастаться. Практически окупился. Я доволен. Я рад. Ну, а давайте сейчас я вам покажу небольшой свой мини-проект, на чем я уже остановился. Будет полноценный видеосюжет по этому поводу. Как я начинал, как я начинал эту задумку, начинал строить. В общем, как у меня сейчас движется, я вам покажу. Так что погнали, посмотрим, что там у нас происходит на мини-ферме. Мини-ферма, повторюсь, будет птица-ферма. Солнышко светит, да? Надеюсь, не слишком сильно. В общем, иду на свой дачный участок, на самый дальний край. У меня, повторюсь, два участка. Солнышко светит. Ну, сейчас я обойду. В общем, что у меня получилось с этим участком? На халяву практически достался этот участок. Один я прикупил. Второй мне достался как бы тоже на халяву. Бабушка уже старенькая была и говорит, что я ухаживать уже не могу. Не хотите купить. В общем, купили. Привезли бы у кирпичи, на которые я строю на дальнем по диагонали дом. Ну, как дом. Дачный домик. Вот. И мини-ферма, ребята. То есть кирпичи у меня предостаточно. Пол дома почти отстроил. В общем, мини-ферма будет заключаться в следующем. На заднем плане у меня находится курятник. Это одна из частей. То есть у меня будет здесь вот, где находятся сейчас кирпичи. Будет продолжение всего этого. Вот. Посмотрим, как получится с этим проектом. Проект интересен тем, что бюджет составляет крохи. Вообще крохи. У меня лимит составляет там, я не знаю, ну, тысяч пятьдесят. Хочу уложиться в полноценный теплый дом. Да, это будет дом. Можно его использовать как дом. Но я под курочек. В общем, здесь я уже сделал две заливки. Первая заливка. Вот она. И вторая заливка. В общем, заливка заключается в чем? Бюджетный вариант. Теплый вариант. Из опилка бетона. Все подробно я вам расскажу. Как, что я это делаю. Представляете, пятьдесят тысяч. Это прям больше я себе позволить не могу. На прицепе возил к ОСБ. Брал одиннадцатый. Постелил пол. Пол у меня тоже теплый. В связи с тем, что, как бы, отопление будет минимальное. Под полами. Сейчас зайдем. Давайте зайдем. Здесь у меня уже, видите, типа, дверь. Заходим в дверь. Постелил полы. Вот. Уже сделал две заливки. Первая заливка высохла. Вторая заливка почти высохла. И будет третья. Уже сделал окошко для своих курочек. В общем, дверь будет здесь. Здесь у нас будет окно такое большое. И, в принципе, что интересного. Все будет на канале. Как я это все делаю. Будет съемное все. Экономное, ребята. Никаких закладных нет. Все будет монолит, ребята. Это толщина 20 сантиметров. Это то же самое, что у нас полметра каменной кладки. Кирпичной. Вот. Под полами я сделал полтинник. Пенопласт. Технониколь, по-моему, называется. Вот. И плюс противомышинная. Дальше, что у меня здесь. Все. Находится на брусе 100 на 100. Имеется фундаментные камни. Их 6 штук. И посередине еще один такой, знаете, огромный валун. Так что, вот такой проект. Брал я опилки непосредственно на лесопилке. Сосновый. К сожалению, есть косяки вот такие вот. Видите, да? Но это все будет замазываться. Все это будет улучшаться. В общем, получается пока неплохо. Я вам хочу сказать. Доволен своими стенами. Не сломается. И самое главное, будет тепло. Дальше, что у нас, ребята. Помимо того, пока у меня здесь сохнет. Сохнуть у меня это всего уходит 2 дня. 3 дня. Вот. Потом перекладываю и снова заливаю. Как раз опилки у нас поступили. Вот. Дальше, что я хочу вам сказать. Ну, это, ребята, у меня такая, знаете, рабочая обстановка. Здравствуйте, Асилия. Добрый, добрый. Ну, и здесь вот. Мой будущий дачный дом. Хочу делать его двухэтажный. Первый этаж у нас будет основной из кирпичей. Второй этаж у нас будет вроде как мансарда и все такое. Но тоже хочу из-за опилка бетона. Вот. Чтобы облегчить и облегчить нагрузку на фундамент. Потому что изначально покупал. В общем, мне показалось, что фундамент слабоватый. И вторая будет у нас здесь. Второй этаж. Вот. Удачный дачный участок, ребята, в очень былоплаченном состоянии. А дачный участок именно имеет скосы, перекосы. И приходится, в общем, ребята, трудов полно. Чтобы облагородить все это дело, сил, денег уйдет немало. Вот такой вот маленький, короткий эпизод я заснял. Вот. Похвастаться, да, ребята, похвастаться своим приобретением. Кто занимается стройкой, рекомендую. Кто занимается дачами, рекомендую. Даже копателям, холодоискателям тоже рекомендую, кто копает по металлолому. Я уже как бы выезжал, результаты есть. И очень приятно то, что это не в салоне все находится. Все находится в прицепе. В общем, все начинает зеленеть. Приходит полноценная весна. За мной огромная яблоня. Яблоки имеются, хоть она и дикая. Но все равно. Скоро начнутся посадки. У нас рассада подходит к своему завершению. То есть, скоро будем выращивать. Проект будет интересный. Как я зарекался. И обещание должен сдержать. Тем, что я должен в этом году уже завтракать своими куриными яичками. Да, да, да. Сами понимаете, деревенское мясо, деревенские яйца. Это куда полезно, куда вкуснее. В общем, без всякого ГМЛО, без всего-всего-всего. Так что пожелайте мне удачи. И надеюсь, вы меня поддержите. Кстати, стройка у нас тоже будет. Там с подвалом, там с вторым этажом, с лестницей. И по мере возможности буду тоже снимать. Я думаю, кому-нибудь будет интересно. Никогда этим не занимался. Все делаю впервые. Все это делаю, ребята, на своих ошибках. Как, что, почему. Можете, конечно, меня хаять. Кто-то строитель, профессионалы. Ну, я, как бы, знаете, бюджетный вариант. Экономлю на всем. Экономлю на рабочей силе. Все делаю абсолютно сам. Абсолютно один. Так что вот такие вот пироги. Погода классная. Отдыхаем. Отдыхаем на даче. Все, погнали. На заднем плане, ребята, вы видите, наверное, покрышки эти, да? Эти покрышки мне нужны для того, чтобы выравнивать вот такие вот перекосы. Большие перекосы. Дальше на заднем плане видели вот такую вот кучу. Это все старые яблони, старые вишни. В общем, то, что уже вымерло. Дальше кирпичи. Немножко у нас облагораживается. Здесь была одна сплошная куча. И ведется отбор хорошего кирпича от лоббитого. Хороший кирпич собирается, складывается моей семьей и перевозится. Здесь у меня рабочая зона. Зона у меня рабочая бетономешалка. В общем, Лиолетта Пальва. Цемент. Уже сделал три ходки цемента. Цемент использую марки М5-50. Вот, и здесь вот мой курят. Дальше на заднем плане фигурируют у нас опилки, которые я вот привез на халяву. Раньше покупал песок. Это тоже я использую. Ну, скажу, состав, который я использовал для заливки. Вот, ну и пошли к домику. Домик тоже мой шедевр. Ребята, баллоны мне нужны были вот для этих целей. Ландшафт у меня ужасный. Было здесь вообще ужасно. Кстати, как здесь было ужасно, сейчас вам покажу. И теперь я, видите, сделал красиво. Это у меня будут грядочки. Здесь будут у меня огурчики. Я вам покажу, как это все будет. В общем, нужно все это выравнивать. Видите, да? Перекосы здоровские, сильные. Было что-то вот этого. Представляете? Вот такая вот здесь красота. И все это мне нужно как-то облагородить. Как это все сделать на примере тех баллонов. В общем, дел предстоит куча. И нужно как-то выкручиваться. Я думаю, что неплохо. Как вы считаете? Такой вариант выравнивания. Нужно или нет? Смотрите, везде перекосы. Везде. Уже второй участок. Смотрите. Все это я буду убирать. Все это я буду как-то облагораживать. И вот такой неприглядный вид. Мне нужно все это убирать. В общем, дел полно. Пойду я заниматься делами. С вами болтать как-то хорошо. Но дела делать тоже надо. Все, погнали. Да, кстати, чуть вам не забыл похвастаться своим. Таким вот местечком. Место отдыха. В общем, беседку я все-таки доделал. В принципе, получилось неплохо. В плане того, что я это делал впервые. Держится уже как бы второй сезон. Нормально. Ветровые нагрузки здесь здоровые, сильные. Потому что здесь самая верхняя точка в селе. Абсолютно. Вот без обмана. Самая верхняя точка. Как говорится, я царь горы. Да, да. Самая верхняя точка. Серьезно. В общем, все начинается здесь. Вот здесь вот последнее время мы немножко отдыхаем. Когда погода позволяет. Вот. Так что будет еще немножко усовершенствоваться. А так в целом мне все устраивает. Прям все классно. Самое главное дожди и погода нам мешать не будет. Здесь вот, скорее всего, в ближайшее время, может быть, мы будем с ночевкой. Может быть, даже и стрим запилим. В общем, место шикарное. А вид отсюда обалденный. Все, кто к нам в гости приходят сюда, говорят, вау, такой классный вид, такое место. Самое главное теперь все это облагородить и сделать все аккуратно и красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok